Ну что, друзья, помните, у меня был обзор вот такого 4G роутера? Ха-ха, это не он. Это такая же версия, только 5 ГГц. Потому что я попользовался 4G версией, думаю, надо развиваться, надо покупать 5G. Короче, мы купили, поэтому вот этот вот Edub 1200 Mbps и это 4G роутер на канале Технозон. Поехали! Смотрите, мы с вами на Алиэкспресс, начинаем именно с него. Это вот у нас версия 4G. Это версия 4G, которую я сейчас вам показал. Она стоит 63 бакса, та стоила у нас, это 95.22 модель, это 75.03, но здесь пускай вас не пугает, здесь чем меньше цифры, тем лучше. Эта штука поддерживает AC до 1200 МГц, как они заявляют, для чего, непонятно. Потому что Ван и Лан у них 100 Мбит, наверное. Зато есть 4G у нас лоток, который поддерживает КАТ-4 модем и поддерживается во многих-многих странах. Так вот, давайте так. Я ссылочку на вот этот вот роутер, который 2,4 ГГц и на обзор, и на роутер разместил в описании под видео. Также ссылочку на продавца, где я покупал 5 ГГц, у роутер тоже. Также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. А я вам сейчас расскажу фишку. Дело в том, что те, кто смотрел этот обзор, знают, что когда я приезжаю в Германию, у меня целая проблема подключить кабельный интернет. И, во-первых, вам нужно ждать около месяца подключения. Во-вторых, я не вижу смысла подключать здесь 1000 Мбит. Объясню почему. Первое, 75 евро в месяц платить. Во-вторых, это будет 1000 Мбит на загрузку и 50 на выгрузку. А теперь давайте поймем, для чего мне здесь 1000 Мбит. Смотреть торренты я не могу, потому что в Германии за это наказывают. А выгружать на скорость 1000 Мбит я тоже не могу. Например, при работе с облаком все равно я получаю ограничение в 50. И какой смысл мне брать 1000 Мбит, я не вижу. А 100 Мбитный, допустим, пакет стоит порядка 50 евро. И для меня это тоже от 35 до 50. Это тоже дофига. Но при этом у меня есть безлимитный мобильный телефон. Вот ту, за который я там плачу 60 евро и разговариваю. И трафик, это 4, ну вернее он 5G пакет. И плюс у меня там до 500 Мбит скорость. Теперь на секунду я могу взять вторую карточку, что я и сделал. И вставил просто-напросто в роутере. Плачу за свой смартфон. Столько же я просто там плачу почему так дорого. Я плачу за свой, за смартфон жены, за смартфон ребенка. То есть один, ну у меня один платеж за 3 номера. У меня 3 номера на одном пакете. И получаю домашний интернет на скорости больше 100 Мбит. Ну если я использую, допустим, вот этот Edu 5G, вы увидите, чуть-чуть больше 100 Мбит. То есть я буду на нем получать, я сейчас все тесты покажу. Короче, ребят, я здесь 4, ну я сейчас покажу ближе их. Здесь 4 антенны 5DBI. Ну, знаете как, у нас, да, вот 4 у нас 5DBI антенны внешних и 2 5DBI внутренние антенны. Здесь 6 антенн. То есть по сути, 2 для 4G, 2 для работы самих устройств. Поддерживать сим-карты нужна обыкновенная сим-карта, 2 FFP, чтобы вы понимали. Ну и чуть-чуть здесь отличается интерфейс от 2.4 ГГц версии. Но это я вам сейчас покажу в обзоре. Что немаловажный момент, здесь есть режим маскировки. То есть вы можете задать имей смартфона, еще и с TTL поиграться, для того, чтобы он думал, что раздает смартфон. Есть некоторые провайдеры, которые блочат раздачу. Поэтому вы должны это понимать. Ну что, ссылки в описании под видео. Переходим, тестируем и возвращаемся уже на резюме. Также ж тут много всего лежит. Два роутера. Эдупы одинаковые. На один мы делали обзор, второй мы просто пользовали и не делали. Давайте посмотрим на разницу. Сильно велика разница, да? Вот это 5 ГГц, 7503 AC. Вот он. Этот 2.4 ГГц, 9522. Абсолютно идентичные. Абсолютно одинаковые у нас адреса управления. Ну, короче, абсолютно все практически идентично. Как, в принципе, и корпуса. То есть, если мы попробуем их сравнить. Смотрите. То мы не увидим никакой разницы. То есть, здесь у нас три порта. И здесь три порта. Один WAN и два LAN. Здесь у нас разъем для сим-карты. Давайте подсвечу чуть-чуть получше. Вот. Будет, наверное, вот так вот виднее, да? Здесь разъем для сим-карты. И здесь точно такой же разъем для сим-карты. То есть, это два идентичных роутера. Говорить, что у них что-то, ну, появилось уникальное с 5 ГГц, нет. Вот интерфейс настройки другой. Да даже вот эти вот блоки питания абсолютно идентичные. Он подходит что 2.4 ГГц версии, что 5 ГГц. При том, что я после того, как поменял 2.4 на 5 ГГц, пропользовался им чуть больше недели. Ну, чтобы вы понимали, видите, как он. Он уже даже пыльный. То есть, я на нем даже пыль уже развел. Он стоял, работал. Я сейчас вот вытащил карточку, чтобы вам показать сначала в телефоне результаты тестов. А потом мы уже перешли и как-то с вами... И как-то с вами понимали, с чем сравнивать. Просто я запускаю здесь вот... Ну, давайте на один сервер. Не-не-не. Тормознем. Какой-то один. Выберем сервер. Стоп. Вот, чтобы потом не было у нас никаких моментов. Один сервер. Эта же карточка сейчас вернется в наш роутер. То есть, у нас здесь сейчас показывает на айфоне эта карточка 90, 100... Ну, 130 мегабит. Да, 132, 130, 143 даже. Ну, что закрылось? Ну, айфон... Ой, елки-палки. Айфон, конечно, песня. Видели? Как закрывается айфон? Как он перегружается при использовании больших потоков данных? Просто тупо закрывается. Давайте еще раз. Поехали, поехали. Ну, давай 100... 130... Ну, примерно то же самое. 130 мегабит. 140, может быть, будет. 140. Есть 140. 144. Все, 145. Это на загрузку, на отдачу. Само собой, у нас здесь будет немного. Почему? Потому что 20... Ну, тариф 30 мегабит на отдачу. Может быть до 40, когда как повезет. На отдачу в Германии вообще плохо. Все, тест закончен. Теперь мы берем карточку и вставляем просто-напросто в наш роутер. Так, берем фирменный O2-переходничок и вставляем вот таким вот образом, как здесь указано. Видно? Видно? Вот видно, да. Вставляем. Если вы вставляете на рабочем роутере, то обязательно потом надо будет перезагружать. Потому что сим-карта не идентифицируется при простом вставлении. Дальше начнется самое интересное. Давайте его буду подключать и будем тестировать. Начинаем тестировать. Так вот, самое обидное, что никакого прироста вам эти 5 ГГц не принесут. Я могу сейчас вам показать, потому что мы уже подключены туда по сети. То есть у нас 100 мегабитная сеть. Я вам сейчас сразу буду показывать, какой коннект, чтобы мы не обольщались. То есть смотрите, у нас LAN 100 мегабит. Мы видим, что это чистая 100 мегабитная сеть. Давайте на тот же сервер, который я вам только что показывал, мы тестировали. Который выдавал у нас здесь в этой локации 130-140. То есть мы имеем, давайте посмотрим. Максимум, что у меня получалось на нем поднять, это 187 мегабит. Смотрите, вот будет то же самое. Здесь CAD-4 модем, это ровно в половину. Это ровно в половину, там 150, это будет 75-80, может быть там чуть-чуть больше. Но в целом, хотя я вам скажу, это неплохо. И о чем здесь идет речь о 5 ГГц? Для чего же здесь нужен 5 ГГц? Вы не получите здесь больше, чем допустим 100 мегабит на 4G сети. Нет, однозначно не получите. Но зато вы получите здесь вариант того, что при условии того, что у вас есть в сети 5 ГГц устройство, которое плохо работает в 2,4 ГГц, это вам позволит избавить от такого момента. Плюс 5 ГГц нам дает некоторый момент избежания загруженности каналов 2 и 4, если вы, например, находитесь в густонаселенном каком-то районе. Я, например, нахожусь в Германии, здесь и живу в городе, где у меня нет возможности сейчас провести кабель. Во-первых, потому что я не считаю, что за это нужно столько платить. А во-вторых, я не считаю, что мне нужна, допустим, скорость 1000 на загрузку и отдача 50 мегабит. Потому что для меня, как я работаю и постоянно выгружаю видео, то для меня это будет всего лишь отдача 50 мегабит. У меня о какой 1000 здесь не будет идти речи. То есть для меня 1000, ну что, кино, посмотри, здесь торренты запрещены. Для чего здесь 1000 мегабит? Это нафиг не нужно. 100 мегабит вот так вот с головой. С учетом того, что ты все равно на отдачу не можешь использовать больше, чем там 50. Ну вот смотрите, сейчас там это будет 80, а ну давай, там 80-90. То есть сам по себе роутер, он неплох в качестве 4G роутера. 4G роутера, вот именно сверхбюджетного. Он будет работать. Сейчас мы максимальную скорость, ну у нас мы ограничены 100 мегабитами по сути. Сейчас мы в Wi-Fi попробуем максимальную скорость. Самое интересное, на тот же сервер. Давайте, вот у меня в руках iPhone. Подключен он на тот же сервер. Data Group и через Wi-Fi мы имеем 80, 90, да ладно, 95 мегабит, ну не больше сотки. 97, 98, 100. Блин, ребята, вот и тут вот на обзоре я охренел, 101 мегабит. 101 мегабит через 5 гигагерцовый, через 4G, через 5 гигагерц. 100 мегабит. Карточку я отсюда вытащил. 102. 102 на 27. Топчик. При том, что вот по сути мне сейчас даже в нем тестировать нечего. Вен, 100 мегабит. То есть мы здесь с вами имеем 100 мегабитную сеть, потому что вот этот вот компьютер, он подключен через LAN, да, там через вот этот вот хаб Вен-Лен, да. То есть 100 мегабит мы имеем через LAN. Через LAN, LAN, да. LAN меня часто поправляют. Вот смотрите, разогнался сейчас 80, 90, то есть у нас по сути LAN 100 мегабитные. И Wi-Fi выдает больше 100 мегабит на 5 гигагерцах. Сейчас больше 90 мегабит. Да слушайте, норм роутер, как по мне. Давайте интерфейс еще посмотрим. Ну, отдача у меня здесь, здесь отдача 30 мегабит максимальная. Он отличается от того роутера, который я использовал в 2.4 гигагерца. Да, интерфейс немножечко другой. Сейчас он загрузится. Видите, он, ну, можно сказать, совсем другой. Сразу пойдем с вами. Так, O2 интернет. Карточка подключена. 4G, 5G. Wi-Fi конфигурация. 2.4 и 5 включена. Смотрите. Ну, я назвал их Asus. Объясню, почему я называю Asus всегда. Потому что мне, у меня все устройства знают Asus 5G, да. Я какой бы роутер ни ставил, он у меня по Wi-Fi имени, по SSID, он всегда коннектится с одним и тем же паролем. Я не перенастраиваю устройство. То есть, мне достаточно сконфигурировать роутер, все подключается автоматом. Очень удобно. Что мы имеем? По Wi-Fi сразу вот проговорю, чтобы мы имели с вами. Он поддерживает WPA2, WPA поддерживает BGN, смешанный и отдельно BGN, режимы в 2,4 ГГц. Есть каналы от 1 до 13, и можно управлять силой сигнала. В 5 ГГцовом диапазоне он может иметь режим либо 11AN или AC миксованный, или AAN и AC миксованный. Каналы, да, максимальная ширина 80 МГц, сейчас у меня стоит 80 МГц. И каналы от 36 до 165, по сути, он включает сюда еще DFS каналы. Оно, 149 есть, сейчас посмотрим. 149 есть, он DFS каналы, DFS каналы все себя включает. Также у нас есть LTE настройки, то есть вы здесь можете мануально задать APN, можете посмотреть перечень APN, которая есть. Естественно, у нас нет таких данных сейчас. Здесь мы можем выбрать с вами режим работы, либо миксованный 4G, 3G, 2G, либо 4G, 3G, 2G mix. Также мы можем включить Traffic Control, Detect Network, ну это нафиг нам не надо, и Device Camouflage. Что такое Device Camouflage? Позволяет вам работать с TTL и позволяет прятать. То есть вы берете, ну например, у вас есть какой-то провайд, ну ваш оператор, который не дает раздавать вне телефона. То есть вы должны что-то там придумывать. Вы берете, изменяете EMA, изменяете TTL. Для тех, кто не знает, что такое TTL, ищите в сети информацию, будет вам счастье. То есть тогда вы сможете раздавать через него. То есть это такой камуфляж. В принципе, он есть, отлично. VPN. Я бы не сказал, что здесь есть какой-то VPN, но поддержка PPTP, смотрите, и L2TP для подключения у нас есть. Есть Smart Kiosk, который, честно вам скажу, вообще ни о чем. Есть даже какой-то Firewall. Вообще, Adobe, смотрите, у нас есть Wireless Filter, мы можем создавать еще белый список и черный список. Есть URL Filter, то есть мы в URL, сейчас мы загрузим, подождите. В URL мы тоже можем создавать белый и черные списки. Есть порт Forwarding, мы можем форвардить порты, или порты, кто как говорит. Также у нас есть демилитаризованные зоны поддержки. И Firewall, то есть у нас есть DMZ, Firewall, DDoS, защита, DDoS, и VanPing, то есть пинговать можно. Ну, я не знаю, что у него Firewall отнесли. И системное администрирование. Паспорт, Device Location, то есть вы можете проверить, а нафига он здесь нужен, это Device Location? Вообще, для чего? То есть, ну толку, что он сейчас покажет, что я где-то в океане? Вот, для чего этот Device Location? Объясните мне. Локальное время задать можно. Апгрейд сделать? Да ладно, слушайте. Системный лох. И языки он поддерживает только английский, китайский, китайский упрощенный. Слушайте, ну блин, есть Setup Wizard, ну нет, я его не буду запускать, он у меня все отконфигурировано. Есть DHCP List. У меня сейчас подключено, сюда Xbox подключен, ну, 4 устройства, я его использовал. Давайте еще раз так протестируем 4G, это такой уже последний момент, который мы пробуем. И будем уже выходить и делать резюме. В основном здесь, вот если вам интересны там максимальные пропускные способности VanLand, так мы их сейчас и так имеем, то есть 100-ку он реально вытягивает. Допустим, пропускная способность 4G, ну, при номинальном 130-мегабитном показателе на iPhone, у которого далеко не Cat 4 модем, да, мы здесь на Cat 4 имеем там под 100 мегабит через, допустим, наш роутер. То есть, а если я возьму смартфон, сейчас еще раз на смартфоне попробуем, потому что это настолько 4G, это настолько непредсказуемая штука. Так, нажимаем проверить снова. Вот у меня iPhone в руках. И мы имеем опять же здесь 95, 96. А, знаете, что он по ванну? Там же системный трафик, а здесь по 5 ГГц он может чуть-чуть больше 100 мегабит. То есть, ну, соточку мы реально имеем. То есть, ну, на секундочку, сотка, 97 на загрузку. Отличный роутер. За такие деньги так уж точно. 97 на 30. Ребят, выходим, резюмируем. Вен проверили, ну, LAN проверили, 4G проверили. Что еще надо там? То есть, ну, Wi-Fi-чик работает. В качестве резюме скажу, что за вот такие вот деньги, за 63 доллара, это отличный 4G модем. Дешевый, работает, при том, что он у меня уже проверен временем. Вспомните, когда я делал обзор на 2.4 версию. А этот у меня, вы видели, он пылью уже покрылся. А этот у меня проработал, ну, уже тоже больше недели, даже около двух недель. Я, честно вам скажу, до сих пор пользуюсь. Да я на нем сейчас обзор снимаю. Я на нем сейчас обзор снимаю, елки-палки. Я буду на нем закидывать его в облако, для того, чтобы его монтировал наш Алексей. Вот, смотрите, я вот тот же самый отту. Я могу сейчас опять, даже на резюме, если кто-то думает, что снималось там в одном месте, потом переехали в другое, потом еще что-то есть. Такие у меня там выдумчики в комментариях пишут всякую фигню. Смотрите, я сейчас опять запускаю его на тесты и получаю примерно то же самое. Ну, тадам! И пошло у меня там разгонять этот тест. Он сейчас покажет там 80-90 мегабит. Пожалуйста. То есть есть, есть как есть. Я показываю всю правду. Мне этот роутер зашел. Вот, почти 90. Ну, сами понимаете, 4G-сеть, она может получать 80-90, а может сейчас чего-то через облако прокачивать. Это тоже мы такое имеем. Но на отдачу в Германии это вообще проблема. 30 мегабит максимально. Поэтому мы должны это понимать. Ну что, роутер рекомендуем. Рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.